Продолжая эту тему, как передать веру, не переходя к бедуинам. Допустим, вот у меня дети-подростки, и мы живем в современных реалиях. И я считаю, что, во-первых, нужно быть для своих детей, в первую очередь, родителями. Для меня нет проблемы, я сажусь со своим сыном, и я смотрю какие-то ролики в ютубе, которые ему интересны. То есть, понятно, что это в каких-то там, это в нормальных. Но это именно интересы. То есть, если моя дочь любит спорт, то я сажусь с ней и смотрю там спортивные матчи. Если мои дети, они очень музыкальные, они любят музыку, то я всегда разделяю с ними эти интересы. Я всегда слушаю их, интересуюсь, поддерживаю разговор. И я остаюсь для них вот этим интересным собеседником, которые с уважением относятся к их интересам. А в современных реалиях это, во-первых, не нужно давить на своих детей, на маленьких, на подростков, идти против времени, потому что это бессмысленно. Идти против времени, против гаджетов. И нужно, наоборот, двигаться вместе и по ходу действия где-то корректировать и вместе объяснять, почему это хорошо, почему это плохо. И оставаться в этих близких, дружеских отношениях. Да, я вспоминаю Добсона, который говорил, ну, это христианский психолог, как раз для детей, для родителей, которые должны были стать наставниками для своих детей. Он говорит, что никогда не получится так просто посадить ребенка и начать читать ему лекцию о Боге. В основном это происходит непринужденно. Вы идете вместе куда-то, и ты, приводя какой-то пример или к ситуации, или рассказывая о себе, всегда это какие-то совсем, ну, скажем, не такие форматные, как в церкви мы видим. Знаете, как обычно люди приводят детей в церковь и думают, что вот за эти два часа в неделю им там втолкует настоящую веру. Хотя в этом случае, конечно, свой опыт и свой пример очень важен, как Эвель сказал. Если ты не ходишь в церковь, то твои дети тоже не будут ходить туда, да. И, конечно, тут есть и другие моменты, что, как бы, когда мы думаем, и раньше мы перекладывали всю ответственность на правительство, чтобы оно воспитало наших детей, сейчас мы перекладываем все на церковь, мы не понимаем, что мы церковь. Мы церковь, прежде всего, для своих детей, мы должны их привезти, и это большое бремя, большой груз. И очень, когда мы обращаемся к тому, что мы являемся премьером, мы же люди несовершенные. Мы же, да, очень нуждаемся в том, чтобы помимо наших усилий, наших стараний, еще Бог тоже взял и с ними встретился, о чем мы молимся, о чем мы тоже говорим. И потом, вера — это не религия. Религию можно навязать. Нужно у человека поставить какие-то четкие рамки, как это делается во многих религиях, и в том числе в иудаизме, и в католицизме, и в православии. Но это не будет верой. Человек должен верить Богу. Он должен верить, что он существует, приходить к нему, и ищущему его, тогда Бог воздаёт. На самом деле дети, они очень хорошо это считывают, эту фальшу. Они чувствуют, когда ты действительно, человек, который живет, верит, они действительно видят, когда ты действительно веришь. Что для тебя это значит. Или ты действительно находишься в какой-то рамке религии и пытаешься его загнать в эти рамки, у него происходит, естественно, он хочет убежать от этого. Конфликт, да. Конфликт, да. Конфликт, да.